муж пошел добывать еду вместе сорса я быстренько накрыла на стол вот проведем сегодня прекрасно время они поехал за какой-то ливанской едой даже не поняла где-то у нас рестораны работают только на самовывоз или на доставку и в одном из ресторанов которые мы очень любим них сейчас неделя была какой-то интересной кухни поэтому решили попробовать заказал и сейчас привезет мы с пушкиным их ждем я кстати очень люблю если есть в какая-то хоть возможность делать свечи такую простенькую просто нужно это же за минуту вы делаете такой стол сервируете то просто одна секунда на что салфеточку положите свечки зажечь но все вместе остается такая приятная атмосфера как мне кажется муж впечатленная моим накрытием стола а а эта музыка лэси по за чей и центра по за чей в супе чко ай соды два за на петербург Орсо, ты спал и был? Пошкин спал, как всегда. Окей. Э, карне? Си, море. Но, карне о полно? Это лапыритиво. Одно полно, и лето на полно, и лето на карне. А теперь я покажу, что я убеду. Дай, 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 море. Дай, 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 дай. Да. Ты делаешь романтический динер для меня? Да. Но ты начинаешь быть романтическим, чем раньше. Да, да. 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 Дай, 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 дай. Дай, дай, дай. Дай, дай. Дай, дай. Это йогурт. Дай, дай, дай. Дай, дай. Дай, дай. 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 Обынь и Амели и амели детские печеньки забирают. Пушкин. Ты съел или не съел? Иди сюда. Так, выложу на сегодня Ленту видео вот такое вот. Продолжение следует... И я смотрю на это все и улыбаюсь. Для меня это просто воспоминание детства. И мне интересно показать сейчас Энеа, если что-нибудь для него будет знакомо. Итак, это видео, которое мне очень напоминает все моменты с моего детства в России. И мне интересно, если тебе что-то покажете знакомо. Интересно, было ли у нас что-то общее в детстве. Не так сильно отличаются, как у остальных. Да ладно. У тебя было такое же детство? Что для тебя знакомо? Ну, например, хлеб с сахаром. Хлеб с сахаром? Да ладно, ты это ел? Да. Хорошо, скажи мне еще, что тебе было знакомо здесь? Ну, не знаю, этот Леонардо Ди Каприо с футболками. Что они прыгают с какалочки. К печенью у нас не было, и уточки тоже. Ладно, попробовал пченье с сэндвичем внутри масла, а сыр с цифрками. Это одеяло, этот маленький домик из подушек из одеяла, да, тоже. И даже сыр с цифрами, нет, сыра такого у нас не было. Вот такая я сегодня мамочка на стиле. Привет, мои дорогие друзья. Доброе утро, доброго вам дня. У нас вчера открыли все магазины, поэтому вчера мы просто прогулялись с Эмили. Ой, солнце, солнце. Сегодня идем чуть-чуть пройдемся, что открыто, посмотрим. Вечером мы едем на ужин к Яне и Николе. Также там будет Настя с Лукасом. И я думаю, мы едем с Эмили. И то, что в этом году все закрыто было, а у нас Эмили совсем-совсем малышка, да. Она, конечно, не привыкла ни по гостям ходить, поэтому я немножко переживаю. Какие очереди я себе накупила. В общем-то, были какие-то сумасшедшие скидки. Все стоило из серии по 70%-50%. Я купила всякого для Эмили. Смотрите, какие. Вот, сейчас покажу цены. За 10 франков. Здесь таких цен вообще не бывает. Для себя всякие домашние шортики. Вон, шапочку ей взяли. И это. И плюс еще сделали 20% скидку. Если больше трех чего-то покупаешь. Сейчас пойдем на Ройду куча. Там стояла очередь тоже огромнейшая. Шапочку за... Кто же за серии 5 долларов эту взяли? Эмили, ты откуда камень уже стащила, господи? Зачем тебе этот камень? Все, положи его обратно. Пойдем, Заюш. Не надо нам камушек. Пойдем. Мне, конечно, с камерой. Мне нужно за ребенком сидеть, следить, а не за камерой. Поэтому пойдем домой и с вами поболтаем. Хорошо? И покажу чуть-чуть одежды, что накупили. Вы знаете, мне пока нелегко дается прогулка с ребенком и снимать на камеру. Потому что сами ли это? Серьезно, глаз да глаз нужен. Она носится. Она очень любит гулять. И у меня свекрови. Она была в последние выходные. Свекровь мне сообщение отправила, что я в шоке, Нати. Ты представляешь? Она увидела какого-то дедушку Амели. И все, побежала к нему. И с ним собралась идти. Говорит, я в таком шоке была. Потому что ребенок, конечно, вообще очень супер дружелюбный. И все ей сразу же нравятся. Она как всем идет. Но как бы сейчас же ничего ей не объяснишь. Поэтому нужно просто глаз да глаз. Все, пойдем домой, покажу вам. В общем, ребят, сейчас покажу быстренько, что купила. Потому что я чувствую, что это у меня только разминка была. Сейчас эти скидки в Маноре еще будут неделю. Поэтому я обязательно пойду докупать всего. Потому что в Швейцарии такие цены, это просто конфетка. Это для Амели платьишко за 10 франков. Оно стоило 24. Кстати, да, буду говорить все цены. Смотрите, франки у нас сейчас. Это что-то между... Сейчас, малыш, я покажу. Давно искала такую кофточку для Амели, чтобы она ходила, как бы просто накинуть, как накидку. Знаете, как здесь называют джебунин? Это такой чеченский диагностик. Стоило 35 франков, я взяла за 10. Франки у нас сейчас между долларом и евро. Я очень часто говорю, то в долларах, то в евро. Допустим, стоят 23 франка. Я говорю, ну вот это вот 25 долларов. Или стоит 27 франков. Я говорю, ну это 25 евро. То есть такие мне удобнее. И часто мне по такими поставлениям пишут, а вообще-то швейцарь и франки. Такое ощущение, что я этого не знаю, сколько лет здесь живу. Мне просто... Я хочу, чтобы моим зрителям было удобно, чтобы они не бежали в интернет переводить. А когда-когда доллары и евро, у тебя уже автоматически переводятся. Правда, у меня еще иногда всплывает, что доллар по 30, кто помнит. Вот, в общем, такую жилетку купила еще ей. Она прям отличного качества. Специальная термослои. Стоила она 25 франков. И я взяла с 50% скидкой. То есть там... Ты перестанешь или нет? На, смотри. Я еще взяла для Амели новый набор мини-лега, чтобы мы сегодня, когда поехали на ужин, может быть, она будет занята. Так, это я для себя взяла такие шортики прикольные. Дома ходить. С-эчка размера. Они стоили 20 франков. Со скидкой я взяла за 5. С пандами прикольные. Потом взяла еще себе... Амели шапочку вы видели. Это просто тоже. Но я взяла все для дома, потому что я была на этаже, где детская одежда и всякие ночнушки, всякие пижамы, нижнее белье. Но завтра пойду на другое дело. Амели не выдерживает сидеть долго в коляске. Ей хочется сразу же гулять. Ей хочется сразу же куда-то бежать. Потом взяла вот такую вот кофту, просто обычную серую. Мне удобно накинуть, чтобы быстренько, я не знаю, даже с собаками гулять. Она стоила 40 франков. Я взяла ее с 70% скидкой. И что еще? И такие еще шортики тоже. Ты-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Супер мини, дома ходи. Стали 20 франков, я взяла с 70% скидкой. То есть на все у них оказалась сейчас скидка. Думаю, пойдем завтра. Может быть, что-то я не посмотрю, хотя я не всегда покупает в Милане, в одном определенном магазине себе. Ему нравится такой минимализм. И он постоянно закупается. Он просто приезжает. Он просто приезжает в начале сезона и покупает себе там 5 спортжинсов, 5 свитеров, 5 футболок, 5 с длинным рукавом. И на 2 месяца ему хватает, потом заново. Вот так вот сегодня все накупили. Сейчас вам еще покажу. Мне пришел iHerb. iHerb я утром снимала. Там офигенная, просто офигенная сыворотка. Пришла, я заказала их несколько сывороток, но одна просто бомбическая, просто вау. Сейчас переоденусь, это шарка, прям кошмар. Сколько у вас в доме температура? Мы стараемся, чтобы у нас было где-то 23. Ну, я знаю, у меня родители, например, у них дома температура 26. Ну, я считаю, что когда ты приходишь в гости кому-то, ну что тебе, до трусов раздеваться, если там 26 температура, правильно? Должна быть такая комфортная просто температура, удобная для всех, и кто в доме, и кто приходит. Ларький. Итак, наша постоянная рубрика «Распаковка». Что пришло на этот раз? А, решила попробовать для волос. Итак, написано, что это стимулятор с энергией. И я взяла попробовать себе две сыворотки Freshly Juiced Vitamin Drops. Пельки, которые содержат много витаминов. И второе я взяла оксид гиалуронки. Так, а эти мы давайте посмотрим. Сыворотка очень приятная, хорошо так ложится. Запах более такой медицинский. Давайте попробуем идти капельки на другую руку. Чит витамин С и экстракты. Я вам мнение, конечно же, о них скажу после пары недель использования, как минимум. Текстура у этого витамина более масляная. Если честно, мне нравятся более масляные текстуры. И такая светящаяся от него потом будет кожа. А этот высох у нас уже. Все, липкость пропала. Ребят, кожа реально офигенно выглядит. То есть у меня вот сейчас только эта сыворотка и все. Понятно, что все эти покраснения, недостатки кожи есть. Но вот как сама кожа выглядит, очень здорово. А, я так рада. Какая здоровская сыворотка. Итак, нанесла просто консилер под глаза и область под носом. Даже вообще никакого крема не надо. Все, довольна. Ну все, мы быстренько собираемся, едем к Яне с Николой. У нас сегодня будет японский ужин у них из ресторана. И будет еще Настя с Лукасом. И мы в первый раз с Амели. Ну не в первый, но мне кажется, за год мы даже никуда к друзьям не выходили. Поэтому я немножко переживаю. Не знаю, получится поснимать, не получится. Спасибо большое, что провели это время со мной. И надеюсь, что вам нравятся такие немножко релакс-влоги. Не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И я вам желаю прекраснейшего дня. Скоро увидимся. И всего вам доброго. Пока-пока.